Исайя, глава двадцать девятая. Будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос шревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя, множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полщище лютых, как разлетающиеся плева, и это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным глазом, бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступающих против него, и укреплений его, и стесняющих его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других, и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, истомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорлипцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай его. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И он отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мной есть изучение заповедей человеческих. То вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, который думает скрыться в глубину, чтобы замыслы свои утаить от Господа, который делает дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Какое безрастутство! Разве можешь считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли посчитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет боли обидчика, и хульник исчезнет. И будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают право. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Исайя, глава 30. Горе непокорным сынам, говорит Господь, который делает совещание, но без меня, и заключает союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопроси в уст моих идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, а убежище под тенью Египта – бесчестием. Потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение и тесноты, откуда выходят и львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои, на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. И пророкам, не пророчествуйте-то нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконник, беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которое разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежит так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме, ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопли твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести, и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего, и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им, прощ отсюда, и он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле. И хлеб – плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И валы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи. Потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемиро, как свет семи дней. В тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот. Имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования. И язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы, до истощания. И будет в челюстях народов узда, направляющие к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным глазом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от глаза Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет стимпанами и цитрами. И он пойдет против него войною опустошительную. Ибо тафет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Исайя, глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много. И на всадников, потому что они весьма сильны. А на святого Израилева не взирает и Господу не прибегают. Но премудр он и наведет бедствие, и не отменит слов своих. Восстанет против дома нечестивых и против помощи, делающих беззаконие. Египтяне люди, а не Бог. И коней их плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый. И все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, рябущий над своей добычей. Хотя бы множество пастухов кричало на него. От крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугать со знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнила в Иерусалиме. Исайя, глава 32. Исайя, глава 32. Невежда уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа. Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действований гибельные он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверхгода, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чересла. Будут бить себя в грудь и о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равные на всех домах, висели в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад. Да коли не излиется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом. А сад не будет считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоящих блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Исайя, глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного глаза твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница. Бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних. Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот, сильно их кричат на улицах. Послы для мира горько плачут. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города. Ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет. Ливан постыжен, увял. Сарон, похож, стал на пустыню. И, обнаженно от листьев своих, васаны кормил. — Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, — ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь с соломою. Дыхание — ваше огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения. Удерживает руки свои от взяток. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах. Убежища его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись, где весивший дань, где осматривающий башни. Не увидишь боли народа свирепого, народа с глухой и невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний ваших. Глаза твои увидит Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное студно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш. Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет, я болен. Народы, живущему там, будут отпущены. Согрешение. Исайя 34. Преступите, народы, слушайте и внимайте племена. Дослышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, И горы размокнут от крови их. И стлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный. И все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, И как увядший лист со смоковницы. И убоупился меч мой на небесах. Вот, для суда не сходит он на едом, и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью. Уточнеет оттука от крови агнцев и козлов, Оттука с почек овнов. Ибо жертва у Господа в вассоре, и большое заклание в земле и дома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами. И упьется земля их кровью, и прах их уточнеет оттука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в род оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Во веки будут они владеть ею. Из рода в род будут жить на ней. Исайя, глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и рассветет как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дается ей. Великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душам, душою, будьте тверды и не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения воздаяния Божия. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилища шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там. А будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Исайя, глава 36. И было в 14-й год царя Езекии. Пошелся на Херим царь Сирийский против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царя Сирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рапсака с большим войском. И он остановился у допровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Илья Аким, сын Хелкин, начальник дворца, и сев на писец, и Иах, сын Асафа, где и писатель. И сказал им Рапсак. — Скажите, Езекии, так говорит царь Великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? — Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны советы сила. — Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? — Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трось надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? — Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. — А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил, Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, — Перед всем только жертвенникам поклоняйтесь. — Итак, вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским. Я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? — И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней? — Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? — Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. И сказал Илья Аким Исевна и Иах Рапсаку, — Говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем. А не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рапсак, — Разве только к господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать слова сии? — Нет. — Так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, — Слушайте слово царя великого, царя сирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас языки, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас языки Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сесть отдан в руки царя сирийского. Не слушайте языки, ибо так говорит царя сирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Да коли я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас языкия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя сирийского? Где боги Ямафа и Арпада? Где боги Серпорваима? Спасли ли они Самария от руки моей, Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему на слова, ни слова, потому что от царя было дано приказание, не отвечайте ему. И пришел Илья Аким, сын Хелкин, начальник дворца, и севнописец, и Иах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах. И пересказали ему слова Рапсака. Исайя, глава 37. Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. И послал Илья Акима, начальника дворца, и севну Песа, и старших священников, покрытых вретищем, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия у трубы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого, и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекия и Кесаия. И сказал им Исаия, так скажите господину нашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот, я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рапсак, и нашел царя Ассирийского, воюющего против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Феопском, ему сказали, вот он вышел сразиться с тобой. Услышав это, он послал послов к Езекии сказать, так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот, ты слышал, что сделали царя Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие? Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли и Газан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что впало царе? Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сипарваима, Ены и Ивы? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекии перед лицом Господним. И молился Езекии перед лицом Господним, и говорил, Господи Саваоф, Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь, а открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, царя Ассирийские опустошили все страны и земли их, и пообразали боговых в огонь, Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне Господи Божий наш, спаси нас от руки Его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. И послал Исаия сына Моссов к Езекии сказать, так говорит Господь, Бог Израилев, О чем Ты молился мне против Синахирима, царя Ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презреть Тебя посмеется над Тобой и девствующая дочь Сиона, покачает вслед Тебя головой дочь Иерусалима. Кого Ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза Твои? На святого Израилева! Через рабов Твоих Ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал Ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что Ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделали маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях, и опаленный хлеб прежде нежели выколосился. «Сядешь ли Ты, выйдешь ли, войдешь ли? Я знаю все. Знаю и дерзость Твою против меня, за Твою дерзость против меня, и за то, что надменно Твое дошло до ушей моих надмения. Я вложу кольцо мое в ноздри Твои, удела мои в рот Твой, и возвращу Тебя назад той же дорогой, к которой Ты пришел. И вот тебе, языки, знамения. Ешьте в этот год, вырыши от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудинам остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так, говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился с Синахирим царя Сирийский, и жил в Неневе. И когда он поклонялся в доме не срока Бога своего, а Драмелех и Шарыцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Ассардан, сын его, вместо него. Исайя, глава тридцать восьмая. В те дни Езекий заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исайя, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекий отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О, Господи, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верным, и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекий сильно. И было слово Господне к Исайе, и сказано, «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь Бог Давида Отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет». «Я от руки царя сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей, и вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Езекия царя иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. «Я сказал себе, при половине дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишён остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище моё снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлёшь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлёшь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне. Спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне. Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей. Помня горесть души моей. Господи, так живут и во всём этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою от рва погибели. Бросил все грехи мои за хребёт свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхвалит тебя, не нисшедшая в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвести детям истину твою. Господь спасёт меня. И мы во все дни жизни нашей со звуком, без струн моих, будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смоку и обложат им нарыв. И он выздоровеет. А языке сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Исаия, глава 39. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовалась посланным Езекии и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и всё, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своём и во всём владении своём. И пришёл порог Исаия к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? Езекия сказал, из далёкой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия, что видели они в доме твоём? Езекия сказал, видели всё, что есть в доме моём. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и всё, что есть в доме твоём, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесён на Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исаия, благо слово Господне, которое ты изрёк, потому что присоокупил он мир и благосостояние пребудут во дни мои. Исаия, глава сороковая. Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякие долда наполнятся, и всякие гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господней, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господней изрекли это. Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать, всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силой и мышцей его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастыр он будет пасти стадо свое, а агнсов будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает в себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча, пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым в суде земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества великой силы у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.